Здравствуйте! Это личный прием, проект, который идет на нашем телеканале по поручению главы КОМИ. По его мнению, деятельность чиновников должна находиться под пристальным общественным контролем. Неделю назад гостем программы был руководитель администрации Сыктывдинского района Олег Ложанев. Ответы на вопросы размещены на сайте муниципалитета на ленте новостей. А у нас в студии начальник регионального управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Загородний. Прямо сейчас вы можете звонить по телефону 46 90 60. Александр Николаевич, здравствуйте! Добрый вечер! Вы в нашей республике 4 месяца, 9 лет вы отработали, вы боролись с наркотиками в Белгородской области. Я напомню нашим телезрителям, что на итоговой коллегии ведомства 2013 года многие силовики КОМИ оценили работу регионального управления по контролю за оборотом наркотиков как крайне неэффективную. 4 июля указом президента вы были переведены в Сыктывкар и пост Георгий Волков свой покинул. Да. Вот скажите, после вашего назначения многие лишились работы? Да. Сколько человек? Ну, если так говорить, порядка 10-15 человек. Это были руководители федеральных органов, вернее территориальных органов? У нас территориальный орган один. Имеется в виду, это были, да, часть руководителей, часть сотрудников. Но основная масса это руководители. Они остались в ведомстве или ушли? Ушли. То есть вы собрали свою команду? Почему собрал? Еще собираю. Еще собираете? Конечно. На сегодня она дееспособная? На сегодняшний день она дееспособная. Но я бы не сказал, что на 100%. Процентов так на 70. И процесс становления личного состава кадровых, скажем так, передвижений, он в любом случае еще будет происходить. Почему? Потому что эта процедура, она в любом случае согласовывается с федеральной службой, с Москвой. То есть вы очень жесткий руководитель? Ну это судить подчиненным. Сегодня в республике вместо дезаморфина и вместо героина занимают курительные смеси, спайсы. Мы знаем, что активно их распространяют не только в городах, но и в селах республики. И что самое опасное, курят эти смеси дети и подростки, есть смертельные случаи. В главконтроле обратилась Надежда Доросеева, председатель совета руководителей профессиональных образовательных учреждений КОМИ. Цитирую. Мы крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с употреблением студентами курительных смесей. Мер по профилактике, похоже, недостаточно. Что будете предпринимать? В любом случае дальше проводить профилактическую работу. В любом случае находить новые методы профилактической работы. Почему? Потому что на сегодняшний день, который они есть, видно, что они недостаточно эффективны. Но без профилактики в этой среде бороться практически невозможно. Поэтому профилактика на первом месте. Ну и, разумеется, борьба оперативная, установление сбытчиков и привлечение их к уголовной ответственности в обязательном порядке. Вот курительная смесь в основном, по моей информации, распространяет через социальные сети, продает. Вот скажите, у вас хватает сотрудников, чтобы все отслеживать? Все отследить, ну, давайте это тоже реально понимать, невозможно. Если говорить о сотрудниках, то судите сами. В штате управления порядка 100 человек оперативного состава на всю республику. Достаточно ли это для того, чтобы все отследить? Ну и как вы тогда действуете? Наверное, в принципе-то недостаточно. Разумеется, конечно, ведем борьбу, в первую очередь, это преступные группы, которые занимаются этим сбытом. Почему? Потому что, ну, разовые сбытчики, но они системным подходом, у них системного подхода нет к сбыту. В основном это группы, которые устоявшиеся группы. И, разумеется, это извлечение, у них цель одна – извлечь максимальный доход. Вовлечение, соответственно, новых участников. И чем дольше действует эта группа, тем больше разрастается это зло. Поэтому искоренение непосредственно преступных групп. Именно сейчас уклон стоит на выявлении преступных групп, которые занимаются сбытом наркотических средств. Мне сообщают, что у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Сыктуринский район. Мы думаем, надо менять вообще на законодательном уровне эту статью. И сбытчикам надо давать пожизненное заключение. Лучше дать тысячу сбытчикам пожизненное заключение, чем от них будут в земле лежать сотни тысяч невинных людей, то есть слабохарактерных, безвольных. Вот это мое личное мнение. Потому что пока, если не будет пожизненное заключение по этой статье, так и будет продолжаться все это. Посадили, вышел, тем же сам занимается. Посадили, вышел, тем же сам занимается. Потому что делать-то больше ничего не может. Ваша позиция понятна, Александр Николаевич, вы... Пожизненное заключение уже предусмотрено диспозицией санкции, вернее сказать, статьи за незаконный избыток. Вы же за ужесточение? Да, я тоже выступаю за ужесточение. Почему? Потому что по санкции, ну и тут тоже говорить не надо о несовершенстве законодательства, оно, в принципе, я же говорю, пожизненно предусмотрено. И санкция за сбыт наркотиков, она примерно ничем практически не отличается от санкций за убийство. То есть законодатель приуравнивает эти составы. Мне сказали, что за последний год суды стали очень жестко наказывать судщиков? Я бы сказал, более жестко, но не очень жестко. Ведь предельных санкций, они единицы, не только по нашему региону, а в целом по Российской Федерации. Единицы. Ведь если предусматривать сбыт до 20 лет лишения свободы, ну преступник получает 3-4 года, и мы говорим о том, что его жестоко государство наказало. Ну о каком же жесткости наказания тут может быть речь? 4-5 лет ему дали, через какое-то время он условно досрочно освободился. Все, он снова в поле нашего зрения. Опять же, те же притоны. Когда человек получает, состав, к сожалению, не тяжкий, получает 2 года лишения свободы, через год он выходит, через полтора. И снова мы его, он в поле нашего зрения. Но пока у нас идет разработка, пока мы документируем эту преступную деятельность, сколько лиц он вовлечет? Большое количество. Поэтому... Действительно ли так, что вот продавцы спайсов привлекают детей к распространению курительных смесей, потому что детей не привлекают к уголовной ответственности? Есть такой момент или нет? Ну, скажем так, пока, скажем так, уверенно сказать, что такие факты есть, у нас такой информации нет. Несошнолетние, да, попадают в поле деятельности преступных групп, но опять же, несошнолетние есть 16 лет, он как ребенок выглядит, и в 16 лет акселерат уже и постарше выглядит, чем совершеннолетний, 18-летний подросток. Но вот несовершеннолетних наказывают как-то за торговлю наркотиками? Уголовная ответственность предусмотрена с 14 лет. А вот до 14 лет? Нет. Если вы нарисуете такой среднестатистический портрет, кто у нас торгует спайсами? Спайсами в основном торгуют, ну, как бы сказать, молодежь от 19 до 25-26 лет. Это безработные... Как правило, это люди, уже отслужившие в армии, пришедшие, соответственно, с армии на гражданку, и которые не смогли себе найти работу именно в условиях гражданской жизни. Но, соответственно, существовать за что-то нужно. Жить хорошо тоже хочется, и при этом жить сразу хорошо, не прилагая к этому никакого труда. Как результат, изучая личности обвиняемых, подозреваемых, мы, разумеется, в ходе следственных действий выясняем причины, почему человек, что толкнуло. Именно желание красиво жить быстро и хорошо и сразу. У нас есть просьба от педагогов Ижемского района. Это наш северный район. Екатерина Томилова озвучивает свое предложение по телефону. Предлагаю послушать. Конечно, на сегодняшний день уже созданы определенные, определенная комиссия, куда будут включены то, что, как вы сейчас перечислили, со всех ведомств, скажем так, компетентные люди, которые непосредственно своего рода будет создана рабочая группа, которая будет выезжать по районам, и не только Ижемский район мы будем охватывать, а в целом наиболее, скажем так, значимые районы республики. И будем вести именно работу разъяснительную, не только профилактическую, а именно, как правильно вы сказали, обучающую. Это будет в 2015 году уже? Это уже начнется с этого года. Уже с этого года. То есть вы объездите все муниципалитеты? Мы примем меры к тому, чтобы объехать, но тоже должны прекрасно понимать, что на это требуется время. В интернете немало комментариев жителей, которые сильно сомневаются вне подкупности наркоборцов. Вот один из комментариев. Наркоделеры работают в каждом учебном заведении, в каждой общаге Сыктывкара. Сферы поделены по этажам. Вся полиция знает, преподаватели в курсе. Телефонный барыг написан на стенах в сортирах и спортзалах. Вот что вы ответите таким людям, которые таким образом комментируют ситуацию? Для таких людей, скажем так, всегда все в черном свете. Есть определенная категория лиц, с которыми что они делают, все равно будет не так. Конечно, есть просчеты в работе определенные, но так, чтобы все знали. Тогда, извините, есть телефон доверия у нас в управлении. Позвоните, сообщите. И в любом случае, или же анонимно сообщите. Если хотите, чтобы вам прислали ответ именно по проделанной работе, значит, сообщите официально, и мы эту информацию проверим. Почему? Потому что я на сегодняшний день такой информации не располагаю. О том, что у нас сферы влияния поделены, кто-то кого-то крышу. Поэтому проще всего так сказать. Но объективные реалии, они совершенно другие. Обращение в главконтроль. Постоянно вижу на фасадах домов и на тротуарах города нанесенные баллончиками объявления о продаже спайсов. Никто их не стирает. Это же для детей такая яркая реклама. Кто должен заниматься удалением такого рода надписей? Ну, это уже определено, что это занимаются жилищные компании. Ну, вот мы видим, что действительно мы ходим по городу и видим эти объявления. Пожалуйста, сообщайте нам. Мы будем ставить задачу перед жилищными компаниями о том, чтобы это удаляли. Есть ответственность, что если не своевременно, они будут удалять. Соответственно, мы это контролируем. А может быть, вам волонтеров больше привлекать? Они ведь согласны, да, эти людям баллончики, они закрасят город. Ну, к сожалению, я сам привлечь волонтеров не могу, потому что это все-таки давайте тоже реально понимать. Муниципальная определенная собственность, и тут смотреть нужно именно волонтерам обращаться в жилищные компании. Если нужно, давайте мы окажем, скажем так, посреднические, скажем так, услуги и этих волонтерам направим. Вот у вас же есть группа ВКонтакте, в принципе, все эти вопросы вы можете решать. Пожалуйста, давайте, давайте, будем решать. Житель Усинска Павел Романов оставил свой вопрос на автоответчике редакции. Предлагаю послушать. Скажите, пожалуйста, какие самые распространенные пути достатки наркотических средств? И может быть, стоит усилить контроль на каких-то направлениях? Ну, например, там, на самолете или на поезде, может быть, где-то с собаками пройти, например, там, по вагону? Ну, Павел Романов имеет в виду Усинск. Я понял, я понял. У вас, да не только Усинск, любой район республики, возьмите, да, ну, какие могут быть средства доставки? В основном, это железнодорожным транспортом. Почему железнодорожным? Потому что авиатранспорт, в принципе-то, там, меры безопасности, меры контроля, они на довольно-таки высоком уровне. Причем, связано это не только с борьбой с наркотиками, а в первую очередь с терроризмом и допущением таких фактов. И любой наркоделец, он реально понимает, что если на самолете это везти, это большая угроза изъятия этого груза. А это деньги и, соответственно, его ответственность за доставку. То есть, там все в иерархии тоже у них, у наркозбудчиков поделено. Кто-то отвечает за доставку, кто-то за распространение. Ну, вот скажите, как вы контролируете? Как правило, идет доставка, чем? Это железнодорожным транспортом, первое. И второе, автомобильным транспортом. Практически, ну, если так вот смотреть, автомобильным транспортом можно сейчас добраться практически в любой район республики. Кроме того, очень сильно развиты на сегодняшний день почтовые отправления. Когда почтой, причем компаний, которые занимаются доставкой и транспортировкой груза, их большое количество, под видом той или иной даже обыкновенной продукции, вот люди заказывают себе джинсы, а в этих джинсах, в одежде, там наркотик. Погону вы проверяете? Или нет такой возможности? Частично, частично. Рейды мы делаем. Но на постоянной основе, как я уже сказал, личного состава у нас недостаточно для того, чтобы на постоянной основе все это проверять. Ну и сами тоже должны, я думаю, тот, кто задает вопрос, тоже должен это прекрасно понимать, что такое 100 грамм синтетического наркотика. Это небольшой спичечный корабль. Но собаки же чувствуют? Собаки не всегда это чувствуют. Почему? Потому что новый наркотик, новая синтетика, новый запах. Плюс сбытчики-то тоже, извините, давайте тоже смотреть, реально люди далеко не глупые. И специальные средства, которыми обрабатывают, чтобы собака это не чувствовала. Поэтому собака, да, помощник, но это помощник процентов на 10. То есть ничего не изменится в контроле? То есть система работает и вы считаете эффективно? Система работает эффективно, неэффективно, на сегодняшний день других мер, кроме таких же рейдовых проверок. И проверок в первую очередь идет, мы идем от чего? От оперативной информации. Почему? Потому что, ну, образно говоря, глупо, как это вот сказать так, обыденным языком, ну, чтобы так не было очень грубо. Но в тупую стоять на постах и проверять каждый автомобиль и каждый вагон, ну, ни сил, ни средств не хватит. И потом же такие же телезрители нам будут жаловаться и говорить, что вот нас досматривают непонятно в связи с чем и непонятно как. Целый блок вопросов у нас по реабилитации наркоманов. В республике катастрофически не хватает мест в реабилитационных центрах. Скажите, где и когда будут они открываться в КОМе? Есть у вас такая информация или нет? Ну, пока только это все, скажем так, в проектах открытия. Поэтому четко сказать именно, где они будут открываться на сегодняшний день, я не могу. Почему? Потому что это только пока в проектах. Что касается реабилитационных центров, я бы не сказал, что у нас прям такая нехватка желающих. Я и не вижу их особо от таких желающих, кто бы сказал, что пожалуйста, помогите мне излечиться от этого зла и направьте меня на лечение. Но нету таких на сегодняшний день. Действуют у нас два общественных, скажем так, вне коммерческих центра по профилактике. Не по профилактике, а именно по реабилитации. Ну и они на сегодняшний день, там даже 50% нету. Скажите, это должны быть частные или государственные центры? Или сейчас может быть и то, и то? Может быть и то, и то. Я, наверное, все-таки склоняюсь к тому, что именно негосударственные и некоммерческие именно такие объединения, они более эффективны. Скажите, а мнение жителей должны спрашивать, открывать в этом селе центр или нет? Я почему спрашиваю, потому что жители Зимстана у нас выступили категорически против строительства такого центра, а были планы и отменили это строительство. Ну, я считаю, мнение жителей, ну, конечно, учитывать надо, но в этом случае давайте тоже реально смотреть, а кто захочет, чтобы у него под боком был реабилитационный центр. Именно на территории тех учреждений, которые на сегодняшний день закрываются зоной. У нас есть звонок, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Ну, вот хотели поинтересоваться, сын сидит на спайсах уже год, куда нам обратиться, что делать? Просто, просто нереально, не знаем, как быть, что делать. Ну, во-первых, к врачу-наркологу. Почему? Потому что врач-нарколог, он и является врачом-психиатром, у них совмещенное. И на сегодняшний день вот именно угроза спайсов, то, что это не только физическая появляется зависимость, это разрушение именно психики человека. И вот любой врач-нарколог скажет, что с употреблением спайса начинаются и психологические расстройства. И тут именно без врача-психолога, психиатра тут не обойтись. В любом случае нужно ввести к врачу, к квалифицированному на врачу-наркологу и психиатру. В обязательном порядке. Есть немало людей, которые категорически против того, чтобы деньги налогоплательщиков шли на лечение и реабилитацию наркоманов. Считают эти средства лучше направить на лечение онкобольных, людей, которые перенесли инсульты и инфаркты. Цитирую комментарий, размещенный в интернете. Ни копейки на реабилитацию наркозависимых из бюджета тратиться не должно. Это пустая растрата наших средств. Наркомания, дорога в один конец. Общество не должно оплачивать дорожные услуги для этих путников. У вас есть своя позиция? Конечно, это не только моя позиция, это и позиция в целом федеральной службы. Нельзя так подходить, что, вы поймите, что это на самом деле бедствие-то не одного человека. Это бедствие общества. И если мы всем обществом не станем с этим бороться и лечить этих людей, ни к чему этому хорошему не приведет. Сегодня мы не потратим эти деньги на наркозависимых, чтобы их вывести из этого социума потребителей наркотиков. Завтра мы, значит, будем тратить на то, чтобы выводить своих детей. И это каждый должен понимать. И на сегодняшний день, разговаривая с матерями потребителей, ни одна же мать не сказала, что я знала, что мой сын по этому пути пойдет. Все были уверены, что это их не коснется. И должны тоже мы реально понимать, что на сегодняшний день излечение именно их, этот социум, вывести их из категории потребителей, вот основная задача. В этом и будет профилактика. А сейчас, пока у нас есть большое количество потребителей, будет и спрос. И с ним хоть 20 служб создай по борьбе с наркотиками. Если будет спрос, всегда найдется предложение. Поэтому тут нужно сбивать спрос. А сбивать спрос только это их лечить, излечивать, применять меры. Часто учителя, которые видят неадекватного ребенка, не могут вызвать на свидетельствование нарколога. Потому что на весь огромный сельский район всего один нарколог. И он физически не может разорваться. Вот как вы работаете с Минздравом в этом направлении? Ну, тут дело в чем? Дело в том, что если Минздрав выезжает, они на такие факты, где есть подозрение, что человек потреблял наркотики, и, соответственно, передозировка или же состояние наркотического опьянения, Минздрав у нас в обязательном порядке об этом уведомляет. Но суть вопроса я просто немножечко понять не могу. Но вы, например, говорите, у нас сахарная ситуация, очень мало наркологов в сельских районах. Пожалуйста, разберитесь, найдите специалистов. Я вам скажу, что, конечно, мы и подготавливали такой проект. И по увеличению числа врачей, психиатров, которые бы могли работать в этом направлении. Но тоже должны все понимать, что есть определенный бюджет, который выделен на эти должности. И сразу на сегодняшний день взмахнуть рукой и сказать, вот у нас в очереди стоит 7 квалифицированных врачей. Пожалуйста, дайте им работу. Но ведь нет уже этого. Есть претензии людей к наркологическому стационару республики. Нашу наркологию можно сравнить по уровню с районной больницей и то с натяжкой. А уж с российскими наркологическими диспансерами мы близко не стоим. А вам уже удалось посмотреть на наш наркодиспансер? Было я в наркодиспансерии, я бы не сказал, что там ситуация такая, как говорят, аховская. То есть нормально все? Нормально. Разумеется, как бы сказать, понимаете, пределом совершенства нет. И всегда можно... То есть условия нормальные? Я считаю, что условия нормальные. Оборудование нормальное. Специалисты тоже нормальные и вполне не то, что, скажем так, они профессионалы своего дела. Только на сегодняшний день, опять же, с ними же разговариваешь, ну, нету такой проблематики, чтобы очередь выстраивалась к ним и с просьбами излечить. Нету такого. Наоборот, прячутся и убегают. Жительница Вильгарта Соктовдинского района оставила свой вопрос на автоответчике редакции. Слушаем. Курение кальяна. Относится ли это как наркотическое вещество? И чем это чревато? Возможно ли как-то вот наказать курение кальяна в кофе, в ресторанах и так далее? Ну, курение, несмотря каких веществ. Если не запрещенных, то, разумеется, ответственности никакой не будет. Но тоже мы должны понимать, что не все вещества успеваем мы запретить вовремя. Есть уголовная ответственность за распространение веществ, которые наносят вред здоровью и, скажем так, ставят под опасность жизнь человека. Вот за это ответственность предусмотрена. Но вот такие клубы вы проверяете, где курят кальян? Проверяю. Часто? Не так часто, как хотелось бы. Но и тоже, давайте, тоже реально смотреть на вещи. Ведь туда же ходят далеко не преступники. И постоянно проверять это мы нарушаем тоже своего рода их частные интересы. И не нарушаем, а ставим под угрозу их права и законные интересы. Вот кому понравится, что к нему придут, он сидит, отдыхает, к нему придут и начнут его проверять. Или сдавать, скажем так, анализы на факт употребления наркотиков. Если у нас достаточных оснований полагать, что он употребил, нет. То есть, если у нас есть какая-то оперативная информация, значимая информация, что там помимо разрешенных что-то запрещенное есть, тогда мы это проверяем. Любовь Размыслова из Часова, Сыктывдинского района, обращается к вам через главконтроль. Есть или нет в управлении структуры, которые отслеживают действия отсидевших наркоторговцев? Есть опасения, что освободившись, они продолжают распространять наркотики? Ну, конечно, оперативным путем. Это в обязательном порядке мы держим. То есть вы их отслеживаете? Конечно. Оксана Стец из Вуктыла задает вопрос по тестированию на наркотики. Предлагаю послушать. В настоящее время при прохождении медосмотров дается заключение врача-нарколога. Нельзя ли на сегодняшний день предусмотреть, чтобы были внесены изменения в нормативно-правовую базу, где обязательным при получении заключения врача-нарколога было тестирование на наркотические и психотропные вещества? Спасибо за вопрос. Этот вопрос довольно-таки актуален и на сегодняшний день на законодательном уровне пытаются, скажем так, эту проблему решить. Но очень много противников данного решения, поскольку правозащитники считают, что таким образом мы нарушаем права человека. Будем нарушать, будем сказать, права человека. То есть тестирование у нас только добровольное? Да. Скажите, а вот кандидатов в силовые органы, их же проверяют на детекторе лжи? Там есть вопрос по наркотикам. И проверяют не только на детекторе лжи, как вы выразились. И еще и тестируют. И тестируют, конечно. Но тут хочешь, проходи, не хочешь, значит ищи другое место работы. Скажите, а госслужащих проверяют? И госслужащих проверяют. Это в обязательном уже порядке? Конечно. Я думаю, любой, скажем так, заинтересованный работодатель, чтобы быть заинтересованным, что в чистом коллективе, что у него не появится эта задача коллектива, он это будет наносить и требовать. От вновь поступающих на работу при прохождении все это делать. Но тут зависит от работодателя. Поставит он такие условия, а уже, скажем так, гражданину останется что? Не согласен в добровольном порядке проходить, значит ищи другое место работы, где этого не требуется. Но если вы не потребляете, если, скажем так, я не потребляю, мои дети не потребляют, чего мне бояться этого тестирования? Ну вот мне сказали, многие студенты-юристы, они как раз не проходят этот тест. Они-то хотят работать в силовых органах и не проходят. Есть такая проблема? Есть такая проблема. У нас Блиц-опрос, он составлен из вопросов жителей. Отвечайте, пожалуйста, коротко. Куда обращаться, чтобы сообщить о точках сбыта наркотиков? Телефон доверия 22-68-98. Почему нет интернет-ресурса для обратной связи? Сейчас не готов сказать, насколько я знаю, интернет-ресурс есть. Где бы люди писали, вот в таком-то подъезде, пожалуйста, заклините. Да, 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 есть это в обязательном порядке. Такая информация, она принимается и она проверяется как обращение. Если есть ответный адрес, то как обращение гражданина. В течение месяца мы должны дать ответ. Если, скажем так, это анонимное сообщение, то оно проверяется как анонимное сообщение. В обязательном порядке. И за этим у нас строго смотрит прокуратура, строго надзирает за этим соблюдением. Как отслеживается изготовление и употребление пациентами в коме наркотических и сильно действующих лекарств? Речь идет о стационарах, о поликлиниках. Тут сказать, что отслеживается... Вот кто это отслеживает? На сегодняшний день лечишь и врач, в первую очередь. Вы их не проверяете? Мы их не проверяем. И у нас как бы основания. Мы даже любого гражданина, скажем так, можем проверить только на основании имеющейся информации. В противном случае это будет нарушение его конституционных прав. То есть только когда у нас есть информация, что мы считаем, что человек находится в состоянии наркотического опьянения, или по признакам, по внешнему мы видим, только в этом случае мы можем его направить на свидетельство или проверить, соответственно, проверку провести. Все ли руководители образовательных учреждений помогают в вашей работе или есть совершенно равнодушные? Да нет, равнодушных к этой проблеме нет. Все это прекрасно понимают. То есть вы плотно работаете со школами? Ну, взаимодействие, я бы сказал, очень высокое, на довольно высоком уровне. Допускается ли принудительное лечение наркоманов? Да. Только по решению суда? Да. И все? Только по решению суда. Насколько тесно вы работаете с аптечными сетями? Ну, стоит. Когда проблема дезаморфина была, я знаю, что проверяли аптечные сети. Мы сейчас проверяем, но, как бы так вот реально говорить, такой проблемы сейчас на сегодняшний день уже практически нет. И действительно дезаморфинщиков стало меньше, притонов по дезаморфину тоже? Да я бы сказал, не то что в десятки, в сотни раз меньше. Потому что курительные смеси пришли? Нет. Не потому что курительные смеси пришли. Потому что, во-первых, не стало доступа практически сейчас достать коденосодержащие препараты без назначения врача, без рецепта практически невозможно. Или возможность есть, но опять же за это уже нужно платить другие деньги, нежели человек покупал в аптеке. То есть есть люди, к сожалению, в нашей поле оперативного зрения, которые занимаются перепродажей, сбытом именно коденосодержащих препаратов. Мы их разрабатываем, принимаем меры к прекращению такой деятельности. Но уже цена на этот препарат, она значительно выше. Чтобы покрыть риски изъятия, она значительно выше. Ну давайте тоже смотреть объективно на вещи. Дезаморфин это все-таки наркомания, ну так сказать, людей, находящихся на определенном экономическом уровне. То есть это наркомания нищих. У кого денег нету, те идут, занимаются дезаморфином. Брис, у нас завершен, но есть вопрос по токсикоманам. В республике погибли два ребенка, надышавшись пропаном. Этот газ продают в любом хозяйственном магазине. А вы отслеживаете по токсикомане ситуацию или нет? Дело в чем, человек, когда поступает с отравлением, тяжело диагностировать, от чего же он отравился первоначально. Разумеется, мы проверку эту проводим по таким фактам. Но сказать, что какие-то реальные меры мы противодействию этому оказывать, ну будет, наверное, неправильно, потому что не вне компетенции нашей ответственности. Александр Николаевич, спасибо Вам за участие в программе. Все вопросы, которые прозвучали и не прозвучали в эфире, мы передаем Вам. Ждем ответы в течение недели на Вашем сайте, сайте ведомства. А в следующую среду в нашей студии руководитель дорожного агентства Коми Эдуард Слабиков. До встречи 19 ноября. Всего доброго.